Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по книге псалмов царя Давида. Господи поменеет царя Давида и всю кротость его. Сегодня мы будем читать 69-й псалом, это маленький псалом, всего 6 стихов. В православной толковой Библии говорится, этот псалом представляет повторение содержания псалма 39-го, 14-го стиха, почти без всяких изменений. Содержание его просительного характера, на что указывается в надписании «воспоминание». «Лэхаскир» по-еврейски «воспоминание», то есть напоминание Господу о необходимости скорой помощи. Принадлежит он Давиду и написан, как и указанная часть псалма 39-го, по поводу гонений от Авесолома. В греческой септуагенте надписание этого псалма в конец Давида, «воспоминание о том, что спас меня Господь». Вот так, коротко и понятно. Имеется в виду «спас от преследований Авесолома», так толкует Феодорит Кирский. Такое же надписание по церковно-славянски, потому что церковно-славянски всегда следует за септуагентой греческой. И еврейское надписание «Ламна циях лэдавид лэхаскир», то есть «управителю от Давида в напоминание». Напоминание – это лэхаскир. И сам псалом, как я сказал, он небольшой, всего шесть стихов. «Боже, поспеши на помощь мне. Боже, поспеши на помощь мне, Господи, не замедли помочь мне». Действительно, все мы нуждаемся в том, чтобы помощь Божия, она не замедлила, и Господь не дал бы нам пережить искушение сверх наших сил, но и в самом искушении послал бы нам и некое облегчение. «Поспеши на помощь мне, Господи, не замедли помочь мне». «Да постыдятся и посрамятся, ищущие души моей». Ищущие души Давида – это нечестивые люди, но часто таковыми являлись близкие к Давиду, даже его сын Авшалом, то есть Ависалом, который восстал против власть отца. «Да возвратятся вспять и устыдятся, желающие мне зла». Возвратятся вспять, то есть отступят от своих вот этих замыслов, которые они вынашивали против Давида, то есть пересмотрят отношения к нему, восстановят прежние отношения с ним. Это может означать, да, возвратятся вспять и устыдятся желающие мне зла. Устыдиться может тот, кто осознает свою вину, свое преступление, и в какой-то момент он реально испытывает чувство стыда. Поэтому переживающий стыд, способный переживающий стыд – это человек живой для покаяния, способный покаяться, жив для Божьего прощения. И напротив, те, которые уже не испытывают никакого стыда, это люди, которые обречены к погибели, как сказано, как садомляне, не стыдятся, говорят о своих грехах открыто. «Скоро да возвратятся вспять со стыдом, говорящие мне, хорошо, хорошо». То есть те, которые лицемерно общались с Давидом, как бы говорили, а в чем проблема? «Но проблема, но проблема», как сейчас говорят. Тогда говорили «хорошо, хорошо». «Да возрадуются и возвеселятся о Тебе все ищущие Тебя, Божий». «И договорят непрестанно, любящие спасение Твое, да возвеличится Господь». То есть они не говорят «но проблем, но проблем, хорошо, хорошо». Они говорят «да возвеличится Господь». То есть в противоположность этим болтунам мирским, они во всем ищут славу своему Богу. «А я нищ и убог». Казалось бы, человек такого положения, как Давид, как он может быть нищим и убогим. Но он оценивает таким образом свои духовные качества внутренние. Как сказано, блажены нищие духом. А почему они блажены? Потому что нищие чем занимаются? Они просят подаяния. А почему блажены? Потому что прося и получают. Как сказано, если сын просит у отца хлеба, неужели он даст ему камень? Если сын просит у отца рыбы, неужели он даст змею? Тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим у него. Поэтому нищие духом – это те, которые осознают свою несостоятельность духовную и осознавая, просят помощи у Бога. А я не ищу Бог, – восклицает Давид, – Боже, помоги мне, помощник мой и избавитель мой. Ты, Господи, не заметли. Не заметли. Этими словами Давид говорит, что Бог – тот, кто помогает ему. И здесь вот в этой фразе «помощник мой» – ну, избавитель, понятно, Бог избавитель, а помощник. Кто из людей может сказать «меня в помощниках Господь». Как один батюшка мне рассказывал, звонит, это когда куличи освящают на Пасху, и он говорит, сегодня вот куличи освящал, патриарх приезжал, помог мне освящать. В том фотографии прислал. Действительно патриарх заехал на его приход и взял крапилу и стал освящать эти куличи. Ну, такое бывает. То есть Бог – помощник не в том смысле, что он как бы в ослужении у Давида, а в том смысле, что, как Христос говорит, без меня не можете делать ничего, ничего у вас не получится. Если Бог не созидит дом, то в суе трудится созидающий этот дом. Бог – помощник во всем каждому из нас. Не в том смысле, что он как золотая рыбка у нас все время вручает, а в том смысле, что если мы ведем себя адекватно, идем стезями заповедей Господних, он всегда протянет нам руку помощи, он, который и помощник, и избавитель, то есть спаситель наш. «Ты, Господи, не замедлий!» Как в начале этого псалма Давид восклицает, «Поспеши на помощь мне!» И в окончании этого короткого псалма «Ты, Господи, не замедлий!» Ибо, действительно, если Господь не приходил бы к нам вовремя на помощь, то едва ли мы смогли бы выжить в этом сложном мире. Субтитры создавал DimaTorzok